На часах 10.30 самое время для наших новостей в прямом эфире. Коротко о главных темах. Цить килограммов соли и многое другое. Что еще нашли в цехе с наркотиками? Лермонтов становится более поэтичным. Что меняется в городе? И новые методы лечения рака молочной и железы. Как минимизировать последствия? Начинаем выпуск с крупной аварии. 17 пострадавших сейчас находятся в больнице. ДТП произошло сегодня около половины седьмого утра. В черте Кочубеевского района на федеральной трассе Кавказ столкнулись пассажирская маршрутка и грузовик. В момент аварии в Mercedes-Benz Sprinter, который ехал из Адлера во Владикавказ, находилось 23 человека. Пятеро из них дети. По данным ГИБДД, автомобили двигались в попутном направлении, в сторону Невиномыска. В результате ДТП в больницу, по сведениям МЧС, доставили 17 человек. Серьезные ранения получили как минимум двое. Водитель маршрутки и пассажир, который ехал на переднем сидении. Сейчас выясняются все детали случившегося инцидента. В больнице с пострадавшими работают психологи. Оказывается, вся необходимая медицинская помощь. Мы будем следить за ситуацией. Подробности в наших следующих выпусках новостей. Нарколабораторию ликвидировали сотрудники полиции в Ставрополе. Там же изъяли крупную партию наркотиков. Подозреваемый – 43-летний житель краевой столицы. Оборудовал дома цех, где производил запрещенные вещества. Затем это планировалось продавать с помощью закладок. Лаборатория, конечно, впечатлила даже оперативников. Переоборудованный котельный мужчина смешивал приобретенные в интернете компоненты синтетического наркотика. Из дома гражданина, а также из автомобиля и тайников закладок изъяли в общей сложности около 13 килограммов так называемой соли, а также более 30 граммов марихуаны. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейскими устанавливаются личности других возможных участников наркобизнеса. Многолетняя жилищная эпопея, которая подходит к финалу. Обманутые дольщики «Артстройтехно» начали получать обратно на счета свои деньги. Несколько сотен человек с 2015 года ожидали вердикта в бесконечных судебных тяжбах за стройщиком. Вступился за флагчиков в край. Сначала нашли другого подрядчика, который завершит строительство, а потом направили деньги на компенсацию. С подробностями Никита Шишков. О том, как 4 года назад попала на удочку мошенников, Кристина Ганджанян старается не вспоминать. Тогда красивый сайт с документами, представительные офисы и грандиозные планы стройки показались такими заманчивыми. А в итоге пропавшие деньги и потраченные нервы. Это необходимость постоянного присутствия в работражном суде, доказывания факта участия в долевом строительстве. В дальнейшем признание потерпевшими в рамках уголовного дела. Было очень много судебных заседаний, необходимости в них участия. Это все было очень длительно, все очень сильно переживали, естественно, так как никто уже не верил в то, что возможно благоприятное решение данного вопроса. С трудом в него верили и остальные дольщики. После бесконечного хождения по кабинетам, наконец-то, можно строить планы на будущее. Мы заключили договор переуступки, и я уже первый транш, так сказать, в 50 тысяч получила сейчас на свой официальный счет. Дети сейчас занимаются стройкой дома, и эти деньги уйдут туда. Квартира предназначалась им. Из потенциальных соседей в обманутых дольщиков больше 700 человек превратились еще в 2015-м. Два жилых комплекса «Галактика» и «Победа» сначала росли очень неспешно, а после стройку и вовсе заморозили. Подрядчик «Артстройтехно» объявил себя банкротом. Надежду на новоселье дольщикам подарили в прошлом году. Достроить часть многоэтажек обязалась другая фирма. В первой очереди сегодня уже подходит к завершению. Кладчикам оставшихся долгостроев край возместит траты. На это из региональной казны выделили больше 200 миллионов рублей. Первый случай в крае, когда, по сути, выделяются бюджетные деньги для того, чтобы восстановить права пострадавших граждан. Мы рассчитываем, что вот этой суммы хватит ориентировочно для восстановления прав примерно 200 пострадавших граждан. Работаем с документами. Отработали уже 177 заявлений. Порядка 80 документов у нас находятся в стадии подготовки, на регистрации в Росреестре. По 26 гражданам уже прошли первые выплаты. Сумма составила 13,5 миллионов рублей. Получить все компенсации обманутые дольщики должны до 10 октября. Никита Шишков и Константин Шляпин. Ставропольское телевидение. На Ставрополе теперь по-новому проводят операции на женской груди. Речь об онкологии. Если раньше при любом подозрении на рак удаляли все подмышечные лимфоузлы, то теперь делают это выборочно. Такой современный подход только на пользу пациентам. У них нормально работают руки, сохраняется кровоснабжение. Наша съемочная группа была в операционной. Операционная. На хирургическом столе 85-летняя пациентка. Пришла на обследование, как рассказывают врачи, потому что ее уговорила соседка. Если бы действовали по старым методам, женщина могла лишиться и молочной железы, и всех подмышечных лимфоузлов. Именно по ним от железы дальше разрастается рак. Теперь же все обойдется частичным удалением железистого органа. А вот подавляющее большинство лимфоузлов останутся целыми и невредимыми. Это колоссально сокращает и время операции, по идее, и, разумеется, помогает пациенткам быстрее реабилитироваться. А вот как действует новая система. В молочную железу женщины вводят дозу радиации. Но беспокоиться не стоит. Это безвредно. Дальше радиоактивный препарат течет по сосудам к лимфоузлам. То есть проделывает тот самый путь, по которому может пойти опухоль. Цель – найти первый на этом пути лимфоузел, где могут появиться метастазы, то есть пораженные клетки. Ну а помогает обнаружить необходимый лимфоузел вот этот высокотехнологичный прибор. Вот этот аппарат называется гамма-детектор или гамма-файндер. А когда тот самый сигнальный лимфоузел найден, его срочно отправляют на исследование в лабораторию. Там все готово для точного вердикта. Есть ли пораженные клетки или нет. А вот та самая лаборатория, где и проводятся важнейшие исследования. Здесь на современном оборудовании и определяют, есть ли в сигнальном лимфоузле патология, либо нет. Действовать нужно, конечно, быстро, но в то же время очень внимательно. Все понимают, что от их решения зависит здоровье и жизнь пациента. Если лаборатория подтверждает, что лимфоузел здоровый, то он спасает всех своих соседей в подмышечной зоне. Их не нужно удалять. А это, в свою очередь, много значит для здоровья пациента. Сохранится кровоснабжение в руке, она будет нормально работать. Здесь главное – вовремя прийти. Врачи советуют очень внимательно относиться к своему здоровью, прощупывать себя на предмет уплотнений, либо болевых ощущений. Должно быть понимание, что эта процедура не будет выполнять всем пациентам, которые пришли изначально с пораженными подмышечными лимфоузлами. Им, к сожалению, мы будем обязаны выполнить стандартную банальную подмышечную лимфоденоктомию. Если бы они пришли чуть пораньше, когда еще этого не было, тогда мы им это сделали. Порядка 40 человек уже прошли операцию. Среди них Вера Васильевна из Зеленокумска. Ее не так давно стало мучить высокой давлением. Женщину отправили на обследование в районную больницу. И там поставили, как тогда показалось, страшный диагноз – опухоль в груди. В направлении в Ставрополь и срочная операция, которая, впрочем, прошла на одном дыхании. Я проснулась и даже не поняла, что уже сделали операцию. Я думаю, что же я уже проснулась, а операцию должны делать. Они говорят, все уже, вы прооперированы, все, и вы завезли меня в палату и все. Так что это было, для меня это какое-то мгновение было. Вот, так что замечательно все. А уже спустя сутки после операции давление 120 на 80 и даже внешне заметно отличное состояние здоровья. Шутит, хоть сейчас иди грядки копай, но пока нужно поберечь себя и хотя бы неделю отдохнуть в больнице. Главное теперь регулярно посещать онколога и прислушиваться к себе. Репортаж о самом важном подготовили Вадим Москаленко и Николай Попов. Ставропольское телевидение. Обновленный парк в Лермонтове готовится к открытию в городе. С рабочей поездкой накануне побывал губернатор Владимир Владимиров. Глава края проверил ход реализации проекта по благоустройству центрального парка площадью 6 гектаров. Работа ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Парк – это продолжение общественных пространств, которые прилегают к Дворцу культуры и были благоустроены в течение двух лет. Теперь у горожан есть любимое место для прогулок. Сегодня работы в парке близятся к завершению. Отремонтированы фонтаны, установили 134 уличных фонаря, лавочки и урны. Уложили около 10 тысяч квадратов плитки. Здесь также будут размещаться скейт-парк и тренажерная площадка. По периметру парка добавилась велодорожка. Планируется, что уже этой осенью благоустроенная парковая территория станет одной из площадок проведения джазового фестиваля. Здесь, конечно, мне очень импонирует то, что очень широкие сделаны проспекты, для того, чтобы люди могли гулять. Парк зеленый, вы ощущаете зелень, все-таки свежее ощущаете. Мне это очень приятно. Но вот немножко нужно будет доработать по доступности среды с пандусами необходимыми, со съездами, для того, чтобы любая точка парка была доступна. Ну и немножко обустроить все наши входные группы, чтобы они действительно были входные группы, чтобы было видно, что ты входишь в большой красивый парк. Такие новости у нас к этому часу больше на сайте и в следующих выпусках, например, в 13.00. Там увидимся. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»